Приветствую вас и отвечаю на вопрос, который вы задали, отвечаю на него в узком смысле, то есть конкретно можно сказать так. Дать мужчине то, что дает ему соперницу, но лучше, качественнее, вполне богаче, более тонко чувствовать мужчину, чем соперницу и быть во всем лучше, чем она. Именно так можно вернуть мужчину от соперника. Этот ответ является очень узким, очень конкретным и направлен на то, чтобы удовлетворить ваш вопрос. Но дальше, если позволите, я замечу некоторые моменты, связанные с отношениями с телом. Дело в том, что если мужчина ушел от вас к сопернице, то это означает как минимум, что он вам, ну, изменит. Измены означают предательство, измены означают, ну, как минимум, отсутствие взаимных, то есть одноуровневых чувств друг к другу у вас. И, прежде чем возвращать мужчину, подумайте вот о чем. Почему мужчина ушел от вас к сопернице? И что его на это сподвигло? Дальше. Отвечает ли вам мужчина за им, что любит ли он вас? Ведь нельзя увести человека от его любимого, если он сам того не хочет. И, соответственно, вернуть. Вот соперница любимого мужчину тоже не представляется волной, без, собственно говоря, желания мужчины. Так вот. Нужно сперва определиться, что мужчина к вам чувствует. Какие у него к вам отношения. Какие у него к вам предензии возможны. И после этого уже делать выводы. Дальше. Вы хотите вернуть этого мужчину для чего? Вот. Вот. А вы говорите, что мужчина любимый. Значит, вы его любите. Если вы мужчину любите, значит, желаете вы шеете. Раз он ушел от вас к сопернице, значит, с ней он счастливее чем с вами. При наличии искренней любви, при наличии искренних чувств, направленных на него, вам будет достаточно того, что мужчина счастлив. Именно к этому примется искренняя настоящая любовь. А вы не хотите мужчину вернуть, то есть, по идее, лечить его этого шествия. И тогда получается, что любите его, и вы его для себя. То есть, вам он нужен. Поэтому его зависит. И вот эта зависимость, если она у вас действительно есть, нужно убирать. Потому что вы, возвращая мужчину от другой, стремясь это сделать, к сожалению, бьете в себя по самооценке, по гордости, унижаете себя. И понижаете свою ценность в глазах мужчин. И он вас от этого, от такого поведения будет ценить еще меньше. Вот он ушел, значит, он вас не оценил. Он ушел, значит, он вас отверг. Он ушел, значит, таково его решение. И до тех пор, пока он сам не захочет, сам не признает, что вы лучше. Вам даже смотреть в его сторону не рекомендуется. И в случае, если он захочет вернуться, вам еще нужно крепко подумать, возвращать ли его или нет. Потому что предательство, случившись один раз, может случиться еще. И мужчине, как минимум, уже нельзя верить. А для предательства, чтобы его просить, нужна очень серьезная причина. И обязательно раскаяния в этом. И только в подобном случае ваши отношения могут вернуться в прежнее русло. Сохранить свою искренность, чистоту, равноправие, взаимное уважение и желание счастья. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.